Я считаю, что в зале коммунизм. Коммунизм это тренажерный зал, все общее. Если человек какой-то говорит, что это мой тренажер, я тут делаю его тренажер, тот, который он принес из дома. Остальное общее. У нас происходит то, что у меня болит левая грузная. Это та, которая целая. Сорян, что мое лицо не в кадре. Думаю, что вы переживаете. Переживайте! Просто хочу к этому, как сейчас будет, Антоха, местно, делать мне в левой синдроме чукол. А, он это там же оставил. Смотрите, он прям так же пипку оставил вот этой. От иголки. Как я и говорил, начинается тренировка любая с кардио. Да, я в Спортлайфе. Тут симпатичненько. Сегодня я качаю ноги. Умотался за день просто дико. Вчера я прилетел из Екатеринбурга. Делал очень легкую тренировку. У меня с тобой поясок. Не знаю, смотрели ли вы ролик про поясок. А если этого ролика еще не было на канале, поэтому ждите. Будет ролик. Я пришел в кардио зону. Ну, тут, короче, люто красиво. И буду делать кардио. Будет оно выглядеть так. Я минуту хожу на носочках. Скачаю икры. Минуту просто хожу по стенкам. Так. Три свекла, грубо говоря. Шесть минут разминки. Потом по пути вниз. По ступенечкам вы будете поделываю вакуумный ходу. Заберусь. Игрусь в тренажеры. Разминка битых бедра. Квадрицепс. Ролик в живых я так сделал в начале, поэтому перестимать я не буду. А ролик называется «Будет для России ваших любимых встреч?» Он тоже есть на канале. Ссылка на YouTube. Тут. У меня такая модная футболка Мэтт. Спартан. Кто не помнит. Один из этих шоков можно взять. Мощнейший. Людейший. Предтренд. Который я сам не видел. Потому что для меня это так получилось. Для меня это просто трэш. Слишком он убойный. Но есть те, кому нравится. Начинаю делать кардио. Не очень много. Даю себе полтора часа на сегодняшнюю тренировку. Фух. Начинаю сейчас делать все с маленьких-маленьких весов. Делать три фификации. Оскорение. Два-три похода. Чтобы максимально прогреть. Максимально прогреть рабочий сустав. Рабочие мышцы. Съезду. Все понимают. Что это может быть у травмы. А там нет. Сыгры. Чтобы травмы не получить. Залучи ранее. Посмотрите ролик. Где меня сширает. Где мне мясо. Порвано. Удивенность такой. Страдающий. Найдите фото. Где она летящая. Откатя. После. Очень. Сильного. Как это называется. Надува. Сильный лихарап. Да. Высокая температура. И так далее. В общем. Я конечно думаю. Что мы обрежем. И не будем все 40 повторений вставлять. Выполняю. И камеру я не стал вырубать. Потому что. Я делаю все где. Разминку суперсетом. Сейчас будет сгибание ног. Сидя. Вообще. Эти фото не люблю. С большим весом. Я никогда не делаю. Потому что. Мне некомфортно. Суставы. А вот для разминки. Подходит хорошо. Не надо таскать блины. Не надо ничего делать. Маленьким весом. Я и чувствую хорошо. Бедро. Оно маленьким весом. Подконтрольно забивается. Меня это полностью. Устраивает. Поэтому. Сейчас придет здесь. Вот он как Михалыч. Оказывается. Но благо. По соседству. Еще один. В общем. Не так будет выглядеть разминка. Заметно совсем немного времени. Отдыхать я не буду. Кстати. Вот этот тренажер. Вообще. Таличный. В общем. Мне было неприятно в нем делать. На самом деле. Даже там. С парой пластин. В нем. Пойду я сейчас. В тренажер. Который. Сгибание ног. Лежа на животе. В нем. В нем делать. Мне приятнее. Нам нужно. Тренажерчик я освободил. Потому что. Мне пофиг делать. Как я говорил. Я считаю. В зале. Коммунизм. Вот. Коммунизм. Это тренажерный зал. Все общее. Наверное. Вам всегда какой-то говорит. Это мой тренажер. Я тут делаю. Его тренажер тот. Который. Моста. Остальное. Общую. Конечно. Надо стараться друг другу. Не мешать. Но нужно подходить. Проходить. Проходить. В процессе. Возвращение. Профессы. Коммунизм. Сокумение. Коммунизм. Вот. Сокумение. сегодня тренировку груди. Грудь у меня очень сильно болит. Что с этим делать, я пока до конца не знал. Буду делать я очень очень легкие упражнения, ведь там пацаны качаются и у них нормальные упражнения. У меня таких не будет. Вот там ничего в трюсах не будет делать. Странные одежды. И по плану точно будет 30 минут кардио, 20 минут я уже отбомбил. Так что нечего делать, делайте кардио. Не вырезать? Хорошо. Недорого будет стоять. Ну что, я поделал гантелями грудь. Кстати, в итоге добрался я до гантелей весом 65 фунтов, стал уйти на веса. Грудь. Грудь болит. Весьма некомфортно делать. Работал в таком режиме, чтобы загнать кровь. Считаю, что все-таки динамическая работа. Считаю, что усиленное кровоснабжение мышцы это важно. На том же самом, в принципе, основан массаж и ряд процедур физиотерапии. Поэтому кровоснабжение надо. И сейчас я отправляюсь делать еще дополнительно 30 минут кардио. Уже очень поздно. Так. За окном темень. Лайк! Так, ребят. Директ инстаграма просто упал от вопросов про шапки. Но они, правда, забавные. Конечно, согласен. Поэтому дал вам задание заказать коммерческую партию в размере 500 штук. Когда они будут? Я не знаю. Но как только они придут на склад. Вы об этом узнаете в моем инстаграме. Надеюсь, мой инстаграм вы знаете или найдете его по ссылке под роликом. И уже, соответственно, там я объявлю, что они есть. Напишу вам ссылку на сайт Genetic Shop, где они будут продаваться. geneticdefizshop.ru Потому что сайт geneticclub.ru их, скорее всего, не будет. Ну и, в общем, там сможете их приобрести, кому хочется. Потому что они прикольненькие. И пойдем садиться в мою. У нас ночь, темно. Я утомился. Ну, я, в принципе, считаю, что я молодец. Отзанимался. Пусть не очень интенсивно, но... Важно это регулярно делать. Самое главное. Знакомый кабинет. Всем привет, ребят. У меня опять основа. У меня опять основа. В трассе не успел я снять. У меня кончилась батарея. То ли еще какая-то, короче, была. Беда, я не помню. В общем, что у нас происходит? У нас происходит то, что у меня болит левая грудная. Это та, которая целая. Сорян, что я в моем лицо не в кадре. Ну, думаю, что вы переживаете. Просто на этом, как сейчас будет Антоха местно, делать мне в левый синдром отчуков. Я потихонечку подсыхаю. Антоха не ругается. Не ругаешься. Ну, чё, если я вас убит? Не, ну как, ну чё. Мышь сам-то лучше от этого, конечно, не стараюсь. Ну и хуже то. Ну, куда деваться. В общем, вчера я брал гантели полегче, чем на этой прошлой неделе. Максимум я жал гантели по 40 килограмм каждое. Вчера я жал вот 32 килограмма или что-то такое. В общем, Антон, я тебе докладывал. Когда жму не больно, то есть у меня какой-то дополнительной боли во время жима не образуются, в принципе. Даже так, что после жима гантелей у меня боль проходит. Вот в этой области болит у меня вот тут, ребята. Вот эта вот зона. Вернее через груди. То есть вот тут, короче, что болит постоянно ноет. А потом болит начинает опять. Ну, ты имеешь в виду, что это что-то изменилось? Или я вторички так... Не, болит всё как болело. Вот, когда тренируюсь, болит, что ноет. Вот, погревается кровью, фиг его. Не, оно кровооснабжается. Фиг его знает. Вот. Один раз эту штуку уже в меня калори. Да это-то вода. Ой, что, красиво же выглядит. Да. Да, надо на шпицы посмотреть. Вот. Надо шерсть побрить. Если шерсть убрать, я буду гораздо более сухо выглядеть. В общем, мне не нравится эта дырка, на самом деле. Либо. Вот это вот, хероборо. Это второй такой большой метр, ребята. Видите, красиво как сделал. Все, ни шрама ни фига почти не осталось. Качественно хорошо, если что-то в автомате оторвется. Кстати, Сирогу Туранух уже все знают, ребят. Антоха и Сереге пришивал лица. Да, да. Вот. И вообще. Крайне опытный специалист. Фух. Такая вонючая штука вот эта вот. Фух. А для чего так сильно ты не пушекаешь? Чтоб прям наверняка все было ништяк. Чем больше септика, тем лучше. Ну, по-моему, считается трехкратная обработка. Трехкратная? То есть трижды? Трехкратная обработка, да. То есть вытер, высохла, опять вытер, высохла. Да. Охренеть. А вот то, что, например, инсулин, когда делаются проколы, там как протирается? Однократно? Да. Я слышу, что инсулин и вообще что-то около похеру поплевало нормально. Очень тонкий прокол. Или это все сказки? Нет. Ну, в принципе, да. Чем меньше, так сказать, инвайзер, тем меньше шансов, что туда что-то попадет. Угу. Руходицу приехал, три раза протрем. Сейчас будет неприятно. Уберу с своего лица камеру, чтобы его не было видно. Здесь? Да, здесь. В том числе и здесь. Тут и бубой варить, да? Блядь. Ай, блядь. В прошлый раз Антон попросил меня сообщать, если будет стрелять в руку или куда-нибудь еще. А для чего это мы делаем? Ну, можно в меру какую-то попасть. Куда? Блядь, в руку. Ну, прошу прощения, это французский язык. А здесь, вместо? Или в руку? Ну, в руку сейчас стрелять. Ну, в плечо, да? Ну, да. В плечевой кости. А, он-то там же оставил. Смотрите, он прям та же пипку оставил вот этой, от иголки. Он туда же будет загонять сейчас вот эту вот желтую смесь. Желтая смесь у нас что из себя представляет? Перпи. Перпи. А расшифры для особо одаренных? Плазма обогащенная столовыми клетками. Плазма. Пробатит обогащенная плазмой. Плазма обогащенная столовыми клетками. Вот так. Ну, смотри, положительные эффекты понятны, да? Она что-то там должна улучшать заживление и так далее. Ну да, приходят столовые клетки в очаг, как по поражению, да, и оказывают свои функции. А функций у них много. Они причастенники всех клеток, соответственно, они встраиваются в поврежденные зоны и скорее регенерацию там. Все они еще, да. Волшебство? Немного магии. Околоть мы это будем делать в течение... Ну, мы уколем три раза. Три раза. То есть, один раз укололи, сейчас второй раз укололи. Мы уколем еще один и, наверное, проценим результат в течение там, пары недель. Угу. Ну, в четыре раза уколи? Нет, ну, надо как-то, надо понимать. Понимаешь? Потому что, если все на одном месте, то смысл можно там десять раз колоть. Ну, как поможет? Когда-то что-то произойдет. Либо станет лучше, либо станет хуже. Но мы не будем знать, от чего увезем. Может, еще что-нибудь у тебя поколем? Че есть? 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 Че поколоть? А есть еще идеи? Ваги не пойду. Надеваем, надеваем. Сейчас самый писк – это жир колоть. Кого? Жир. Жир колоть? Стоишь, кстати, целью, что и платно, только в жиром типа еще больше всего и все эти темы. Но жир забирать сложнее. Если тут просто и скроешься. А заяц почему сложнее? Потому что его зараза уже мало. Потому что его нет. Его уже мало осталось. Да, это, кстати, вопрос. Где забирать жир того, которого у кого нет? Это какой-то чужой жир? Я не хочу чужой жир. У меня специальный обогащенный полезными веществами жир. Слушайте, ну реально, да. А где жир-то брать? Часто есть что там? Там на боках, на пояснице есть немного еще. Жир есть? Нет, а если на эту жир? Ну еще в течение дней двадцати, я думаю, жир можно будет найти. Потом уже ближе к середине ноября я рассчитываю, что его не должно быть вообще-то. По сути. Ну, в принципе, я доволен. Рука тоже такая. В общем, к чему укололись, мы посмотрели. Кто вам сказал, зачем эта штука нужна? У меня болит, так что все тролли возрадуйтесь и пошли. Остальные, всем привет! Вы там помните, да? Что надо писать комментарии. Если есть мышцы и что вколоть, пишите. Мы обсудим, что можно еще заколоть у меня для регенерации. Потому что что-то у Росомахи пошло не так.